Владение Строгановых поистине можно назвать царством. Только представьте, по территории больше, чем Австрия и Португалия. Своя промышленность, внешняя торговля, Строганы превосходили своим богатством царей русских. Ходит легенда, что кому-то из Строгановых принадлежат такие слова. Без народа или икона или дубина, смотря как обрабатывать. Может именно по этой причине или другой какой. Только спросил Аника Григорьевич позволение у московских митрополитов. На строительство церквей, да на обращение и на верцев православия. И занялся строительством церквей, их украшением, и веру свою, и миссионерством, Трем сыновьям своим передал. А сам после смерти жены своей принял иночество. Занялся строительством Благовещенского собора и чтением духовной литературы. Так и пошло в роду. Церкви строили, церковную утварь, оклады золотые да серебряные для икон дарили. Да приглашали иконописцев для росписи церквей. Колокола лили. И по всем землям Строгановых плыли звоны колокольные. Без Бога нация толпа, объединенная пороком. Или слепа, или глупа, или что еще страшней, жестока. И пусть на трон зайдет любовь, глаголящая высоким слогом. Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!